всем большой привет из вечернего прованса я готовлю на завтра фасоль буду ее замачивать и в обед завтра будет у нас фасоль я ее замачиваю а насколько ее предлагают замачивать французы я сейчас посмотрю на 12 часов и кстати здесь на коробочке эта марка интер марше но ее видать продают и в биомагазине в интер марше фасоль не очень дорогая но у нас она не всегда поэтому я взяла мне так захотелось я здесь в детстве обожала салат фасоль печень и мама делала с маленькими сухариками а вот здесь мне тоже очень понравился салат знаете он из чего он из красной фасоли с рисом с кукурузой со сладким перцем с грудинкой с медом с маслом вместе с яблочным уксусом если вы хотите давайте сделаем такой салатик напишите мне в комментариях будем делать салат из фасоли если да то на канале худеем по-французски сильно на франц сделаем такой салатик и он у вас останется в вашей ну где вы сохраняете видео а я почему фасоль буду завтра отварить потому что я все-таки натушила капусту с грибами и иногда я тушу капусту с мясом а иногда просто вот отвариваю фасоль получается просто замечательно просто просто три раза сказала просто но у лены всегда или очень или какое-то слово повторяется но вы же меня знаете и уже не обижаетесь напишите мне кто любит фасоль и как вы ее готовите может у вас есть какой-нибудь супер салат я бы удивила своего мужа завтра мне нужно будет запечь яблоки вы меня спрашивали с чем я ем кокосовые блины блинчики кто еще не видел рецепт на канале худеем по-французски сильно франц замечательные кокосовые блинчики без сахара я вот запекаю яблочко и к этим блинчиком подаю печеное яблочко получается очень очень вкусно яблоки также есть на канале и на этом канале и худеем по-французски с черносливом яблоки из чем я еще запекала из сухофруктами и всякие рецепты найдете поэтому это я очень люблю мой любимый десерт блинчики обязательно посмотрите сегодня закат такой красивый-прекрасивый а муж снова в ночную и посмотрите какая красота и соседи они там у какой они там себе палатку устроили оператив пьют прохладно вечером фасоль простояла воде всю ночь и посмотрите она уже с нее даже можно убрать всю кожицу если уберете кожицу просто будет супер потому что она перевариваться будет намного лучше но это нужно постараться сидеть и убирать кожицу я сейчас я просто отварю водички и потом добавлю как гарнир я ее буду делать сегодня очень просто можно и с пережаренным луком и с морковью как вы любите мы собираемся на прогулочку сейчас пойдем прогуляемся и тут спортивной одежде немножечко на воздухе правда в провансе уже очень очень жарко и потом я вам расскажу про учебный год когда начнется когда занятия у владислава в колледже и что мы решили пойдет владислав в колледже или все-таки у нас так немного не напряженная обстановка то есть мы раздумываем что делать потому что вообще ничего не ясно отпускать детей в колледже или нет занятие начинается с 11 мая и 25 мая и правительство сказало что сами родители будут решать отпускать детей или нет и вот мы с александром не знаем что делать но как родителям очень трудно на что-то решиться по прежнему маршруту направляемся несколько дней не ходили такси сегодня с удовольствием и так президентом франции объявил что школы колледже лицеи будут открыты с 11 мая но он еще решает с 11 мая может быть пойдут самые маленькие в школу а постарше как владислав 25 мая мы ждем письмо и родители сами будут решать сейчас горку буду пыхтеть и рассказывать пойдут дети или нет то есть вся ответственность будет переложена на плечи родителей как будет происходить занятия в школе мы точно не знаем потому что они сказали большие классы нельзя чтобы много учеников было то есть нужно где-то если я правильно поняла сейчас поднимусь смотрите гора то них такая немаленькая где-то 15 человек не больше должно быть в классе а вот у влада в классе больше 30 человек значит кто-то будет в библиотеке кто-то на спортивных занятиях кто-то еще как-то предложено было чтобы ученики которые хорошо учиться оставались дома и учились дистанционно поэтому я не знаю как будет и я даже не знаю мы с александром думаем думаем александр у меня говорит что лучше бы влад остался пока еще дома потому что не то что колледж а то что автобус брать туда-сюда и не знаю вы бы как отпустили своего ребенка в колледже или нет школу в колледже в лицей или бы до лета оставили все горка закончилась на дистанционном обучение напишите мне пожалуйста все это конечно еще то мутатарство или бы уж всех оставили до лета или бы уж сами решали а то всю ответственность на родителей и такие родители как мы начинаем волноваться меня больше всего волнует автобус конечно ну и там колледже я не знаю как их будут кормить как в столовой как они там будут все это соблюдать сейчас говорят будет ли вторая волна никто не знает может в романсе не будет из-за такой жары сейчас мы не пройдем некрасивое место а в других регионах не знаю что про маски маски вроде как необязательные но желательные особенно в общественном транспорте ну и вообще где народ подразумевается что в колледже в лице и в школе тоже бы желательно маски но кто из детей выдержит москве в маске сказали что с конца мая где-то с 30 во всех аптеках в табах союз печатях будут продаваться многоразовые маски по от двух до пяти евро будут стоить из хорошей ткани президент так сказал ну вот посмотрим в аптеках будут продаваться везде некоторые регионы франции даже решили что эти маски они вот иль да франц это возле парижа будут раздаваться бесплатно в метро и в общественных местах как все расцвело красота ну вот посмотрим правда это или неправда что про пляжи пляжи пока будут закрыты рестораны все общественные места будут закрыты до середины июня но это пока только первоначально будут смотреть по ситуации ситуация немного улучшается во франции но никто ничего толком не знает пока поэтому все так все так вроде как будут выпускать но как там будет никто не знает но мы ждем ждем пляжи тоже будут закрыты аж до середины июля я поняла мы надеемся что мы сможем поехать к нам в аркарес и хотя бы в середине июля сходить на пляж но проблема в том что если границы то будут закрыты скорее всего до сентября а там еще говорят что и продал могут закрыть их вообще на весь год но тоже не точно еще информация то получается что все французы поедут на пляже на ближние к нам туда сторону испании ближе к испании не в ой цветы какие-то новые расцвели сейчас вам покажу а это лук расцвел лук дикий расцвел наверное да вон он везде и они боятся что на пляжах что но в сторону лазурного берега и к нам туда в сторону перпинян баркарес будет очень много народу скорее всего они будут как и с венецией смотреть какое количество туристов можно пустить на пляже и вообще на территорию может быть даже а еще что-то вижу красиво а это наверное одуванчики такие красивые пойдемте покажу все равно сколько народу сколько туристов будет пускаться в один период все в этом году сложно все в этом году сложно и мои мальчишки идут постараюсь уже давно не выходил в прямой эфир я не знаю кто как скучает у меня ни одной минуты свободной нет бабочка такая красивая ни одной минутки свободной нет то работаю то делаю девочкам меню то отвечаем на письма с чистым ветром людям нужно помогать давать советы кто про спрашивает советы как поднять иммунитет кто как питаться кто как же защититься теперь уже французы тоже очень много очень много вы меня спрашиваете ли на когда будем создавать группы группы закрытые группы чтобы общаться по определенной теме ну вот я не знаю как только свободная минутка так сразу буду создавать эти и группы и как будет происходить дело дело в этих группах нужно нам с вами обдумать конечно группы будут бесплатные но чтобы у меня была хоть какая-то небольшая инициатива трать свое время как всегда будет ссылочка и кто захочет сделать дом чтобы быть в нашей группе сколько вы уж там решите то и паль всегда на шапке канала я буду очень очень благодарна мы всей семьей будем очень благодарны так как вы знаете что сейчас финансово у всех нелегкое положение у меня слава богу муж продолжает работать зарплату им пока платит youtube сократил все зарплаты у разных блогеров по-разному меня на 54 процента снизилась зарплата поэтому все видео я не плачусь я вам сказала что все равно буду каналы продолжать вести если даже мне совершенно не будут платить я это делаю и для вас и для себя и для удовольствия для общения поэтому так а про закрытые группы давайте обсуждать кому что интересно пишите в комментариях какие темы кому интересно правильное питание защита финансовая грамотность психологическая поддержка да вы мне многие говорите лента что психолог нет я не профессиональный психолог я не говорила но я очень много интересовалась даже проходила небольшие курсы можно так сказать о коуч по психологии но про это не стоит даже говорить потому что там никакой не диплом просто для себя я проходила как вести себя в той или иной ситуации как поддерживать очень хорошую атмосферу в семье что нужно делать мне очень много всего рассказывали и поэтому да я изменила полностью нашу атмосферу в семье и на это чувство я много чего знаю поэтому можем пообсуждать можем все нам будут конечно помогать профессионалы а там мужчины мои что-то нашли а детки наверно развлекались поэтому пишите все в комментариях только я только-только за на все найдем время и для французов и для русских для всех нужно всем помогать сказать что это все какой-то какой-то куку как они? как они? это дети? это дети? или машина? нет да я говорю есть там на дорогах машины? он говорит да машины вон они они бегают Вчера смотрели передачу по телевидению Французам задавали вопрос Что бы они хотели в первую очередь сделать После того, как они выйдут из карантина Наверное, многие смотрели эту передачу Кто во Франции И почти все французы сказали Большой процент французов сказал Что они хотели бы устроить праздник Великий праздник с друзьями И с семьей На втором месте было то, что они хотят Пойти попить кофе на террасе, в кафе Вы знаете, что французы обожают выходить Ну и, конечно, сходить куда-нибудь В кино, в театр Поехать куда-нибудь на каникулы Поэтому французы, они такая нация Которые постоянно любят быть, можно так сказать, в толпе Очень любят народ Общаться с народом Это вообще, как я вам рассказывала Нация, которая не любит находиться Ну, как все средизнаменаморские люди Которые постоянно любят быть Вне дома Вне дома Общение, 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 общение И вы меня спрашиваете Лена, а ты бы что бы хотела сделать? Я бы хотела тоже увидеться с родственниками Увидеться с сестрами Увидеться с Лильяном, с Даниэль И, конечно же, поехать к себе Домой в Баркарес на море В принципе, я думаю, после вот этой нашей ситуации После нашего карантина То мы будем ценить Даже, ну не знаю, любую мелочь То, что мы можем выйти свободно То, что мы можем сходить свободно Попить кофе в ресторан Съездить туда, куда мы хотим Я думаю, что эта ситуация У нас сегодня, кстати, 40 дней 40 дней, как мы на карантине Представляете? 40 дней мы сидим на карантине Как быстро время прошло И эти 40 дней Еще нам достаточно сидеть До 11 мая Но они нам переделали наши мозги Всех целую, обнимаю Пошли мы дальше Потому что нам нужно спешить Ай, волосы в рот Александр На работу, на работу, на работу, на работу А мы спортивные Только вперед Только позитив Хорошо Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok